Я хочу сказать пару вещей. Теология, которой я учу, она для меня не является чем-то уникальным. 30 лет назад очень немногие учили этому. Сегодня ведущие христианские теологи на Западе верят в то, чему я учу. Это удивительно. Они продолжают верить в продолжающееся призвание евреям. Они верят, что евреи призваны продолжать соблюдать Тору. И некоторые ученые, у кого есть более глубокое понимание, что Тора должна применяться в новозаветном порядке. Не так, как это было раньше, но в соответствии с Новым Заветом этого века. Одна из очень хороших книг была написана в последние 10 лет. Эта книга была написана методистом. На Украине есть методисты? Поднимите руки, если вы знаете методистов. Методистское движение приготовило путь к пятидесятническому и харизматическому движению. Пятидесятники, они вышли из методистов. Кто это знал? Есть один методист. Его имя R. Кэндл. Солен. Р. Кэндл. Солен. Тахитов. Тасаш, переведи, пожалуйста. Отличный брат. Он написал книгу, которая называется «Бог Израиля и христианская теология». Бог Израиля, книга называется «И христианская теология». И многое из того, чему я учу, написано в той книге. Но оно также есть в моей книге «Еврейские корни» 20-летней давности. Но он не читал мою книгу. В этой книге он упоминает очень видных теологов современности. R. Кэндл. Солен. Он цитирует современного ортодоксального учителя еврейского. А кто знает, что означает современный ортодокс? Реформ 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 Современный ортодокс. Explain. Современные ортодоксы это движение в Америке и в Израиле. Не знаю, если они во Франции или в Англии, но в Америке и в Израиле достаточно стильное учение. Современные ортодоксы не одевают черных одежд и пейсов, не одевают шляп огромных. Они просто одеваются, как современные люди и носят маленькую кипу. Они служат в Израильской армии. Их главная ешива в Америке всемирно известна. Она называется университет ешива в Нью-Йорке. То есть, это называется современное ортодоксальное движение. Они соблюдают Тору, верят в Бога, в то, что Библия богодухновенна. Но они не выглядят так, как будто они живут в 18 веке. Понимаете? Современные ортодоксы. Татьяна says that there are in Odessa such ones. And woman is rabbi there. Or maybe it's reformed. Это реформированные, это не современные. У современных ортодоксов женщины раввинами быть не могут. Потому что они ортодоксы. Женщины в синагоге сидят с одной стороны, мужчины и с другой. Они не настолько современные, чтобы женщины были раввинами. В любом случае, имя этого теолога очень важно. Вишоград. его имя Майкл Вишоград. Кто-нибудь слышал? Если кто-то слышал. Вишоград. Never. Саш, переводи. Он из Америки. И вот Майкл Вишоград утверждает, это близко к тому, что он говорит, почти дословно. церковь не преодолеет заместительную теологию. Все знают, что такое заместительная теология. Поднимите ваши руки, если вы знаете, что такое заместительная теология. То, что церковь, она заместила Израиль. церковь не победит заместительную теологию, прежде чем они не начнут учить. И если они не начнут учить крещенных евреев среди своих членов, что они призваны жить еврейской жизнью, и соблюдать Тору. Вы все поняли это утверждение? Очень важное. Кендалл Соллен учит вот чему. И многие другие этому учат. среди христианских ученых есть еврейский мессианский ученый. Его зовут Марк Кинзер, который учит Теологии Кендалла Соллена группу теологов из Ватикана, ведущих теологов из Ватикана. Я там был. Мы все сели вместе, епископы, теологи, кардиналы, и мы это изучали. Они все согласились, что эта теология новозаветная. Не удивительно ли это? Удивительно. Проблема в чем состоит. Христианские ученые не учат этому на Украине и в России. То есть церковь не поддерживает вашу еврейскую мессианскую теологию. Со стороны церкви нет поддержки. Но на Западе нас поддерживают христианские ученые, что делает нам нам это делает намного легче, чем вам. То есть все понимают, правильно? В любом случае. Кто прочитал Левит 18 и 20 вчера? Здесь говорится о запретных сексуальных взаимоотношениях. Вы можете понять, почему ортодоксальные евреи не изучают Тору в классах, где присутствуют представители обоих полов? частично, потому что они не хотят учить о сексуальности, чему в Торе так много внимания уделяется в классах, где есть и мужчины и женщины одновременно. Вы понимаете это? И важно прочитать вот этот список. И Бог говорит, что многие вещи здесь мерзость для него. Когда Тора говорит, что что-то для Бога является мерзостью, то вы можете быть убежденными, что это стандарт вечный, навсегда. Иногда мы говорим в Торе, это для сегодняшнего времени или это было актуально тогда. Но когда Бог говорит, что это мерзость, то этот стандарт вечный. Например, вот эти стандарты сексуальных отношений, описанные в 18 главе, иногда сопровождаются словами, что это мерзость. Давайте посмотрим 13 стих. и мы увидим это в других отрывках. И мы должны серьезно к этому относиться, потому что общество уже этим стандартам перестало следовать. вы не можете вступать в брак с сестрой или теткой или вашей матерью, извините, тещей. Я правда не знаю, чтобы это часто происходило, но это случается. и на Западе люди не всегда следуют этому закону. Но я хочу сказать кое-что о гомосексуализме. 20-я глава, 13-й стих. Если ляжет мужчина с мужчиной как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. значение, что кровь их на голове, это то, что люди, которые будут казнить, невиновны, потому что они наказывают серьезное преступление. Также я не помню стих, но он здесь тоже. Если женщина ляжет с женщиной, это тоже мерзость. Библия очень относится сурово к гомосексуализму. И в римлянах первой главе это снова подтверждается. И там учится то же самое учение. Учение в chapter 18. Просто прочитайте. Я не помню, где тут написано о женщине с женщиной, но здесь должно быть. Просто просмотрите, может, вы найдете в 18 главе или в 20. Хорошо, 19 глава. Давайте посмотрим в 19 главе. Там законы часто повторяются, но мы постараемся найти какой-нибудь новый. Мы хотим применить это к современному веку. Вы можете, вы помните, что израильтяне жили в сельскохозяйственном обществе. То есть 90% людей жили на земле и они зарабатывали себе на жизнь, обрабатывая, занимаясь сельским хозяйством. Девятый стих 19 главы. «Когда будете жать жату на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жаты твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, остави это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш». Это важно. Очень важно, когда Бог после заповеди говорит «Я Господь Бог ваш». Это важная заповедь, которая имеет в себе вечные принципы. и эти принципы это отражение характера Божьего. И каков принцип? Чтобы оставлялась пища для бедных. Всякое общество должно усматривать пищу для бедных. в сельскохозяйственном обществе они углы полей не дожинали во время жатвы. И когда они собирали урожай, что все, что упало во время обычной жатвы, оставлялось на поле для бедных. Бедные не должны были спрашивать, они не должны были заполнять анкеты, не должны были доказывать, какой у них доход. Они просто шли и собирали то, что было недожато. когда Наоми и Руф пришли из Моава, они были бедные. Каким же образом они ели? Руф, она ходила на поле Ваоза и просто собирала то, что там упало. Идея социальной справедливости, ее основа этой идеи заложена в Библии. Но Библия также нам говорит, что есть ограничения социальные. То есть там говорится, что не нужно давать столько, чтобы человек вообще это его провоцировало не работать. И Павел показывает нам, что в церкви тоже должна быть система соц. обеспечения. Потому что есть и сироты, и вдовы, и бедные в церкви. И таким образом мессианская община, она должна то есть в меру наших возможностей мы должны о нуждающихся заботиться в общине. Но можно сказать так, если человек ленивый, не оказывается соцпомощь, если они отказываются работать, то тогда у вас большая проблема. И все это оно предусматривает галаху для применения этого отрывка. Вы видите, я вас поощряю выработать в себе определенный образ мышления, думать о Торе и как Тору применять. Вы со мной, то есть вы следите за мной. И здесь также есть другие утверждения, которые повторяются людям. И в 11 стихе 19 главе написано «Не обманывайте друг друга». В 13 стихе говорится «Не обижай ближнего твоего». «Соседа», то есть. «Не грабь». «Не грабь». «Не грабь». «Не грабь». Извините, я прочел не ту часть стиха. 13 стих «Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Потому что многие люди жили только за счет того, что они в течение дня заработали. То есть он заработал, он должен был на это купить еды. То есть наемнику нужно было платить каждый день, чтобы не прошло ни дня, когда он не кушал. грабь. Вы видите здесь, как работает сострадание в Торе в соответствии с Торой? Также «Не злослов глухого в английском не проклинай и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». То есть в иудаизме это является очень важным стихом. те, кто являются инвалидами, у кого есть проблемы физические, умственные проблемы, возможно у него во время рождения какое-то было повреждение мозга. То есть те члены общества, которые слабы. То есть слабы по причине того, что они инвалиды. То есть общество о них должно заботиться по-особому, особым образом. То есть перед ними не нужно вложить преткновение. И в иудаизме вот это истолковывается таким образом в современной ортодоксальной галахе. Что мы должны делать все возможное, чтобы сделать жизнь инвалидов легче. после этого стиха Бог говорит «Я Господь». То есть это одна из его заповедей, когда он говорит «Я Господь». Вы понимаете, что нацизм эти принципы ему полностью противоположны. Что нацисты делали с инвалидами и слабыми? «Килд». Там учили их. И почему нацисты убивали слабых и умственно больных? Гитлер говорил, что это паразиты общества. То есть они тормозили общество от того, чтобы подняться на новую ступень эволюции. То есть вы видите, в каком противоречии относятся взгляды нацистов с Божьими стандартами? Вы видите, чудесно изучать Тору? Насколько это важно? Очень немногие христиане это понимают. Давайте посмотрим на это. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Здесь это можно применить для личных взаимоотношений и для суда. 16 стих. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Здесь говорится о том, что мы должны защищать жизнь наших ближних. Что вы можете сказать по этому поводу о споре между пуританами и англиканцами, когда пуритане говорили, что мы должны соблюдать закон в точности, как он написан. Англиканцы говорили, нет, мы должны применять только принципы. очевидно, что иногда закон применяется в точности, так как написано, потому что он сам по себе является принципом. Например, не ходи переносчиком, будь в суде справедлив, но иногда нужно рассматривать именно принцип. Стихи 18 16, извините, «Не восставай на жизнь ближнего твоего», 16 стих. Это принцип. Его просто не нужно толковать особым образом, тут буквально нужно понимать. Но во второзаконии мы читаем, что ты должен построить барьер на крыше дома твоего. Ну, это имеется не буквально. вы не в домах евреев в Соединенных Штатах. Вы на домах американских евреев на крыше не встретите таких ограждений. Почему? Почему, подумайте, почему американские евреи не исполняют эту заповедь у себя на крыше домов ограждений не строят? Руслан says because they are Jews who live in the United States. Ну, почему они не строят ограждение на крыше своей? Построение ограждений на крыше построено на принципе, который мы только что прочли в книге Левита. но это для общества, в котором крыши плоские. И люди там не поднимаются на крыши. То есть люди там поднимались на крышу в Израиле и крыша это была часть жилого пространства. Но если вы строили крышу двускатную, то есть в форме буквы А, там трудно было на такой крыше сидеть или играть на ней. Поэтому на двускатной крыше строить ограждение просто было бы глупо. то есть это даже пуритане понимали. Они не строили ограждений на крышах. То есть они не заходили так далеко в буквальном понимании Торы. Правильно? Петр, когда он увидел видение с полотном, которое спускалось с животными, он сидел, был на крыше и молился. в Риме. Мой кузен Эллен имеет у него красивая крыша в Риме. Он там ужинает. Там красивый стол и красивая мебель, видно, пластмассовая для улицы. Но у него на крыше ограждение есть, чтобы он оттуда не упал. все ли понимают это? Принцип и некоторые стихи буквально то есть, читая Тору, вам нужно задаваться вопросом, это вечный принцип или это заповедь и применение принципа. и мы его можем применять по-разному в разных обществах. Все со мной. Давайте пойдем дальше. 17 стих не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Это заповедь в Торе. Учил ли этому Ишуа? обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Если твой сосед в грехе, вам нужно его исправить. учат ли этому послание Галатам? Да. Матфея 18 глава? То же самое. Но Тора об этом тоже учит. Мы ответственны за то, чтобы друг друга исправлять. Но если мы не обличаем братья и сестер, которые в грехе, и если мы их не предупреждаем, чтобы направить их к покаянию, то мы разделяем их грех. Руслан has a question. Я had a situation when traveling the train, occasionally met brother from my church. And he was with unbeliever, with a secular man, and they drank vodka. What do you think? How I had to behave in that situation? question is, did they get drunk on the vodka? Вопрос был такой, он напился, он был пьяный? I think yes, he was drunk. then you have to wait until he is not drunk. You need to wait, when he is and abliction him. But the Bible doesn't have a commandment, there is no commandment in the Bible, to correct somebody who drinks wine or vodka or whiskey or whatever. Because the only commandment of the Scripture is to be not drunk, but to maintain self-control. But to maintain self-control. Okay, now this is verse 16, verse 18. Do not seek revenge or bear grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself, as I am the Lord. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Когда Иешуа, он говорит об этом, он исправляет обычную фразу, люби твоего ближнего и ненавидь врагов. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Иешуа это усилил. Потому что если вы хотите кому-то отомстить, то он ваш враг. и не только евреям дал заповедь Иешуа, но он не только к евреям это отнес, но ко всем врагам. Хорошо, вот что важно. ненависть Давида к врагам было позволено в Торе. Потому что здесь сказано против сынов народа твоего, потому что враги они были вне общества израильского. Но Иешуа нам говорит любить римских оккупантов. Поэтому мы можем понять чувства Давида. Он искренне выражал их в псалмах. И в Новом Завете мы не можем это повторять. Потому что стандарт Нового Завета он выше, чем 18 стих. Он даже больше. Вы видите это? Хорошо. 18 стих. 18 стих. 19 стих. Скота своего не своди сеной породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Таким образом? Это, между прочим, в значительной мере часть естественного закона. это связано с уважением творения и различать различные виды, которые сотворил Господь. Бог сотворил коней, чтобы они производили коней. И коровы должны были рожать коров. собак и собак. И он не хотел, чтобы мы это смешивали. Таким же образом, на поле он хотел, чтобы семена различались. И говоря об одежде, он говорит, чтобы натуральные природные нити не смешивать. здесь символически говорится о нашем уважении к порядку творения. в еврейском мышлении. Вы можете носить хлопок или шерсть. Вы можете и шерсть, и лен носить, например, в смеси с полиэстером, но не шерсть с хлопком. Почему? это смешивание. почему можно это смешивать с полиэстером, нельзя друг с другом, хлопок с шерстью. Да, структура разная. полиэстер не растет на поле. А, он говорит, почему с полиэстером можно смешивать, потому что полиэстер не растет на поле, это неестественное, неприродное вещество. То есть, возможно, что-то ткань выглядела странно, особенно, когда вы ее стирали, то, например, шерсть сбегалась быстрее, чем хлопок, или больше, чем хлопок, и она странно выглядела. Хорошо. Секс до брака — грех, серьезный грех, но для Бога это не является ужасным, ужасным. и это не требовало смертного наказания. Наказание за секс до брака было вступить в брак. Правильно? Но здесь говорится о рабыне, которая была обещана кому-то друг. Но поскольку с ней никто не вступил в брак, она должна принести жертву. А, то есть, человек должен принести жертву и жениться на ней. Потому что, возможно, мужчина, который обещал на ней жениться, не женится на ней. Но она прощена. Но потом человек прощен, прощается. Очень важно. И часто здесь есть непонимание. Библия говорит, что жертвенная система, система жертвоприношения. Она предусматривает прощение за все грехи. За грехи, которые, написано, не преднамеренно были совершены. Давайте минуточку. Когда мужчина сексуальные отношения имел с женщиной, если бы они не намеревались заниматься сексом, то они бы его не имели. Так за что же их прощать? Здесь есть множество грехов перечисленных, которые бы ты никогда не сделал, если бы ты не намеревался их сделать. А Библия говорит, что люди за них прощаются. Я думаю, что тут есть неправильное понимание. Я думаю, что отличие вот в чем. То есть есть разница между впасть в искушение и намеренный бунт против Бога, где вы намеренно хотите нарушить завет. И вот этот вид грехов он подразумевает смерть. И жертвами загладить это было нельзя. Только смертью. Только смерть человека могла решить этот вопрос. Давайте продолжим. 22 стих. Сейчас момент. 23 стих, глава 19, 23. Когда придете в землю, которую Господь Бог дает вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать из-за необрезанные. В 4-й год все плоды его должны быть посвящены для праздников Господних. В 5-й год вы можете есть. очень интересно, это связано с законом о десятине, к которому мы скоро перейдем. Намного больше 10% шло Богу. То есть все первые плоды должны были быть отданы Господу в дополнение десятине. И мы найдем еще кое-что интересное. Я знаю также 29 стих Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не благодействовала земля и не наполнилась земля развратом. 31 стих Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Волшебники и ведьмы Бог их ненавидит и не позволяет этим заниматься. Это вечный стандарт. И Бог говорит здесь Я Господь Бог ваш. Еще есть одно место Бог говорит перед лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Бога твоего Я Господь. Что вы об этом думаете? Когда поселится пришелец в земле вашей не притесняйте его. Вау. Вы должны пришельца любить как самого себя. А, то есть иностранцев. Что мы обычно с иностранцами делаем к ним? Мы их боимся, подозреваем они нас не любят, подозреваем, что они нас не любят. Но что Бог говорит? Нам нужно любить их как самих себя. иностранцев, пришельцев. Вы видите, насколько Тора соответствует новозаветным стандартам? Очень высокий стандарт. 35 стих. Не делай неправды в суде, в мире, в весе и в измерении. То есть будь честен в бизнесе. Не используй десантные стандарты, в размере, весе или quantité. Не используй десантные стандарты, десантные весы, десантные и десантные и десантные и десантные «Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верные и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Не правда ли очень вдохновляет, когда вы читаете эти стихи? Глава 21 Правила для священства Они обязаны вообще находиться на самом высоком стандарте. Священник должен был вступать в брак только с девственницей, даже не с вдовой. Его жена должна была быть только с Ним. Дочь священника если она становилась блудницей, ее нужно было убить. То есть не говорилось о том, чтобы никогда не говорилось убивать проституток, которые не были из семьи священника. почему Бог в Торе не повелевает убивать проституток? Какие идеи есть? Почему? Почему? возможно, Сергей говорит для того, они покаялись? Возможно, Сергей говорит для того, чтобы они покаялись? что? А, because for remembering son of Israel Judah. Интересно. я думаю, причина в отчем. Библия не позволяя быть проституткой, тем не менее смотрит на проституток. То есть если женщина не могла каким-то другим образом заработать, то есть ни муж, ни отец ее не кормили. большая часть проституции в мире является следствием нищеты. Я не думаю, что Тора говорит о новом феномене на Западе. Богатые проститутки, которым нет нужды быть проститутками. они занимаются этим, чтобы разбогатеть пригородные проститутки, которые зарабатывают тысячи долларов с клиента. то есть они думают, что они могут очень разбогатеть через проституцию. Я думаю, что Бог бы сказал таких людей предавать смерти. Но такой вид проституции, когда они зарабатывали много, в древнем мире не существовал. Скорее идея была такая, чтобы защитить проституток. И вы можете видеть это в служении Ишуа. Вопросы? Перед перерывом. Генетику. Do we have to look for this law do not mix two different kinds of animals or fabric as a forbidden for genetics engineering genetics you assess not engineering but genetics нужно ли рассматривать запрет смешивать животных и тканей как запрет на генетику? Вопрос хороший. В ортодоксальной галахе и в католическом моральном учении этот вопрос поднимается. Идея генетической инженерии нарушает естественные законы не в плане лечения болезней спасения жизни но если вы пытаетесь повлиять например на цвет глаз ребенка или смешать генетический материал или вообще создать новый вид человека или попытаться создать новые виды животных например взять лошадь с собакой скрестить и мысль ортодоксальная еврейская католическая я имею еврейская ортодоксальная я не знаю как православные христиане думают об этом но и католики и ортодоксальные евреи считают что это насилие над над природой и вероятно они правы вы можете обнаружить что в еврейском еврейской общине существуют уроки на которых обсуждается этот вопрос сегодня вопрос еще есть я хочу confirm может например ослая ослая с крестивой получил да да вопрос 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 не о ген инжинирове а о генетике от всего например как донки и герой были 混аны и Бог это обидит Я правильно перевернул? Происходит мул. Почему люди делали мулов? Почему люди мулов производили? Потому что у них были определенные качества, которые были полезны для фермеров. Но я думаю, что в соответствии с Писанием, в плане уважения Божьего порядка творения, этого делать не надо.